Более 100 спортсменов из 8 районов и 15 судей. Так выглядел состав чемпионата и первенства Сахалинской области по вольной борьбе. Данные старты являлись отборочным туром для формирования сборной. В первенстве выясняли, кто сильнее среди девушек и юношей до 18 лет. В чемпионате приняли участие спортсмены от 18 и старше. Захваты, броски и туши. В первый день соревновались девушки. После чего в борьбу вступили юноши. Нашей съемочной группе удалось узнать, помогали ли выиграть свои схватки и предпочтение какой форме отдают сахалинские спортсмены. Больше нравится просто красный цвет и зависит. Для меня это важно. Нет. Для меня это. Но больше всего красный мне как придает цвет победы. А синяя такая чуть не уверенность. Нет, разницы нет, но мне нравится больше синяя, так как она закрывает все это тело и поранится, чтобы тебя поцарапали. Вероятности намного меньше. Это зависит от самого трико и кто его производит. Красный цвет победителя. Мне, конечно, больше нравится красный цвет. Но я не считаю, что какой-то из них принадлежит удачу. Победителями первенства Сахалинской области стали 20 мальчишек и девчонок, чемпионами региона, 8 юношей и мужчин. Их имена на ваших экранах. Все они получили право участвовать в первенстве Дальневосточного федерального округа, который состоится в Благовещенске в марте этого года. А чемпионы вошли в островную сборную, которая представит Сахалин на Дальневосточных соревнованиях в феврале в городе Нерюнгре. В Южно-Сахалинской школе восточных видов единоборств дважды в день проходят уроки под Кехмандо от основателей этого вида спорта. В роли учителя экс-тренер национальной сборной Южной Кореи. После первого знакомства я отметил, что местные ребята сильны физически, но этого для победы мало. А разницы я вижу в мотивации. В Корее с детства закладывают желание победить, и к этой цели ребята идут через все преграды. На Сахалине я заметил, что ребята летают в облаках. Такие спортсмены романтики. У них есть потенциал, но их нужно направлять. Работать иностранный тренер на Сахалине будет в течение года. И сейчас в спортивную школу продолжается набор в группы для занятий под Хэквондо для детей в возрасте от 12 лет и старше. Продолжение следует...